Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня мы с вами посмотрим на новенький журнальчик из серии Лего Ниндзяга Легаси. Это у нас декабрьский выпуск за 2022 год с прекрасными минифигурками Ллойдом и механическим серпентином. Вы меня спросите, Робин, где ты достал новенький журнальчик из серии Лего Ниндзяга в России? Потому что журналы Лего больше в России не продаются, я отвечу. Данный ролик состоялся только, благодаря, не побоюсь этого слова, лучшему магазину Лего в России Тойматика. Их преимущество, конечно же, лучшая цена, самая быстрая доставка и надежная упаковка, работа без посредников, более 149 положительных отзывов на Авито, репутация это немаловажно, ну и также очень классное отношение к клиентам. Они всегда кладут к заказам разные конфетки и сладости, это очень приятно. И тем более у них имеется группа во Вконтакте, где они делают фотоотчеты для своих покупателей и также выкладывают самые прикольные новости из мира Лего. Ребят, все ссылочки в описании, переходите и предзаказывайте себе самые желанные наборы. А журналы Лего Тойматика скупает в Литве и Польше и привозит как свободный товар для продажи. Ну что ж, давайте распакуем данный журнальчик. Как вы видите, он наполнен разными прикольными штуками, по типу вот такой вот золотой карточки с колом и также фойловым пакетиком с карточками. Тоже из серии Лего Ниндзяга, конечно же. Ну и, кто еще не понял, журнал у нас на польском языке. Это мой первый опыт будет распаковки зарубежных журнальчиков. Так что давайте разрежем этот фойловый пакетик. Кстати, он сделан, ну, даже немножко покачественней, чем раньше в российских журналах, потому что в российских журналах в последнее время шли очень плохие фойловые пакеты. Вот видите, даже я его разорвать не могу, а в наших журналах я его рвал, ну, прям очень быстро это все делалось. Вот, сейчас только вот так вот это смогу сделать. Давайте вытащим журнальчик. И посмотрим на наполнение. Что же у нас тут есть? Ну, во-первых, да, это вот такая вот золотая карточка с колом. Кстати, могу заметить, вот эта вот штука, она приклеена к журналу. Это такое нововведение или нет? Ну, в российских журналах, по крайней мере, такого не было. Ну и также вот есть фойловый пакетик с карточками. Его мы откроем чуть позже, а начать предлагаю с журнала. Ну и чисто от себя добавлю то, что Тойматика это первый магазин в жизни, который положил мне зарубежные вкусняшки. Спасибо вам огромное! Журнал перед нами, давайте же на него посмотрим. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на лицевую часть. А точнее на Зейна. Не очень понятно, каким образом он оказался на обложке, потому что у нас тут из фигурок Ллойд и вот такой вот серпентин. Но, да ладно, так, наверное, решили леговцы, это так правильнее. Также у нас есть вот такая вот золотая карточка с Коулом, которая переливается, я не перестану это повторять, потому что для меня это в новинку. Также тут рекламка журнальчика из серии Лего Звездные Войны, журнал довольно посредственный, крутая карточка с Палпатином, ну, постройка прям мне не понравилась. Но журналы Лего Звездные Войны вы также можете приобрести в магазине Лего Тойматика. Тут у нас оглавление журнальчика, это мы пропускаем, и начинается комикс. Комикс я читать не буду, по понятным причинам я не знаю польского языка, ну, и я вообще на камеру как бы не читаю комиксы, если кто не знал. Вот, смотрите, тут идет какой-то сюжетец, тут у нас развитие событий, я вообще не знаю, это, кстати, канонично или нет, ну, вроде бы должно быть. Тут у нас рекламка журнальчика Лего Сити, очень прикольный, погрузчик такой, постройка очень прикольная. Тут у нас продолжение комикса, вы можете, не знаю, в переводчике это все, наверное, перевести, если вы хотите, ну, а так вы просто можете насладиться прекраснейшими картинками, которые рисовали леговцы. Вот, тут у нас Коул применяет свою силу, вот, а также, как я понимаю, Ллойд тоже применяет свою силу, они захватывают вот такой вот комбайн прикольный, и конец комикса. Тут у нас начинаются постеры, постеры, конечно же, двойные, вот этот постер прям топовый, с такими гадюками, или же с серпентинами, очень прикольно выглядит, ну, и, конечно, тот постер тоже тут продолжается. Также, что необычно для меня, это рисунки, которые у нас в середине журнала. Обычно в российских журналах они были в конце, но, да ладно, посмотрите, какие тут есть рисуночки, рисуночки, ну, наверное, самый крутой это вот этот вот. Больше отметить, ну, ничего не могу. Тут у нас рекламка наборов 22 года, первое полугодие, это у нас Эва, январская волна, насколько я помню. Головоломки, прикольно, можно на досуге порешать. Ну, и также досье на вот такую вот гадюку, механическую. Это, кстати, очень прикольно, если вы хотите узнать лор персонажа, то прикольно, почитать будет, перевести. Я даже, наверное, сам этим займусь. Вот. Также у нас транспорт таких серпентинов есть. Это у нас, насколько я понимаю, весь их транспорт представлен. И еще что-то по восьмому сезону. Да, восьмой сезон. Какой-то лор тоже тут написан. Ну, прикольно, прикольно. Головоломка. Также еще что-то. Я пока сам не могу понять, что это. Это либо рекламка наборов. Да, это рекламка наборов. При этом это еще какая-то головоломка. Ну, сделано прикольно. Также еще какая-то игра. Тоже можно развлечься. И тут у нас рекламка следующего выпуска. Лего Низяга Легаси. Это вот такой вот журнальчик с Лордом Гармадоном и также Зейном. Очень классный выпуск. Честно, ну, хотел бы его себе в коллекцию. Конечно же, потому что выпуск реально крутой. А тут у нас ответы. И также рекламка довольно посредственного выпуска Jurassic World. Ну, это, конечно, халтура. Давайте скажем честно. И это не чета тому Т-рексу, который мы получали в 2019 году. Оу, еще рекламка журнала по Марвел, что очень-очень классно. Фигурка топовая. Также квадрокоптер тоже прикольный. Ну, классно. Классно. Погнали, распакуем карточки. Журнал, это, конечно, все хорошо. Но нас этим, конечно же, не удивить. А вот карточками из серии Лего Ниндзяга мне кажется, удивить можно. Их поставляет все то же издательство Blue Ocean, с которым мы уже давненько знакомы. Ну и предлагаю я это все дело распаковать. Я тут, конечно, уже сделал пару надрезиков, но финальные я решил оставить для камеры. Конечно же. Ну и давайте это все разорвем аккуратненько. Посмотрим, что нам там выпало. Так, первое. Давайте вытаскивать, наверное, по одной. Мастер Ву. Вот такая вот прикольная карточка. Господи, я не держал карты, по-моему, с 2012 года, когда там Ниндзяга карты свои прикрыли. Но вот такие вот карты еще выпускают, что очень прикольно. О, такая фигурка у меня есть. Это водяной серпентин. Очень прикольный. Прикольно. Давайте дальше. Так, это у нас что-то из водяной тематики. Прикольно, прикольно. И последняя, насколько я понимаю. Нет, там еще есть одна. Тут такой мини-комикс. Тоже прикольная. И тоже с водяными серпентинами. Трезубец, кстати, в таком цвете в Лего, по-моему, не выпускался, насколько я помню. Но такая деталька в золотом цвете у меня имеется. Ну и последняя. Давайте посмотрим. Воу! Нет, ну это на полку пойдет. Это однозначно. Такая вот классная переливающаяся карточка серпентина подводного. Ну, это вот лучшее, что могло попасться из всех карточек. Это обязательно на полку поставлю. Погнали, посмотрим на мини-фигурки. Сейчас вы можете видеть жемчужину данного журнала. Это механический серпентин. Данной фракции у меня в коллекции лично не было. И очень классно, что наконец-таки серпентины из Эва у меня появились. Потому что это последняя фракция серпентинов, которой у меня не было. Сегодня мы сравним все фракции. Ну и давайте посмотрим на принты на торсике. Они просто потрясающие. Посмотрите, как тут все классно запринтовано. Также имеются принты на ногах. Они тоже не менее потрясающие. Мне очень нравятся металлические руки. Также из аксессуаров у нас имеется бензопила. В коллекции у меня почему-то до сих пор не было. Ну и второй аксессуар, если это можно так назвать, это вот такие вот буры, которые выходят из спины. выглядят максимально круто. Так что давайте сравним данного серпентина с другими. Обязательно напишите в комментариях своего фаворита из этих серпентинов. Лично у меня на первый план выходит огненный серпентин, потому что он очень классно запринтован. ну и также наверное на втором месте я поставил серпентина из Эва. В общем какое-то такое сравнение мне кажется что все серпентины хороши и вместе они смотрятся еще лучше. Так что давайте перейдем к просмотру второй мини-фигурки. Ну и заключительная мини-фигурка данного журнала это всеми любимый Ллойд с салатовой катаной что немаловажно и мне цвет катаны очень нравится. Да и в принципе костюм у Ллойда наверное самый лучший из всех ниндзя Эва. Ну давайте пройдемся по принтам имеется принт спереди имеется также принт на ногах принт сзади куда же без него разный цвет рук ну и также имеется два выражения лица давайте на них посмотрим такое вот злостное ну и конечно же доброе фигурка Ллойда мне однозначно понравилась но к сожалению есть один минус она попадалась более чем в шести наборах серии Эва это конечно все немножко портит но да ладно ее я могу сравнить с такой же фигуркой только с другим оружием и с другим выражением лица вот так вот они выглядят ролик ролик подходит к концу это означает только одно пора подводить итоги что я могу сказать в заключении конечно же журнал получился очень классным мне понравились фигурки это самое главное фигурка серпентина просто бесподобная фигурка Ллойда посредственная но для тех людей которые не имеют данной фигурки это очень классная возможность приобрести ее также журнал очень интересный комикс конечно не прочел но по картинкам все прикольно постер опять же посредственный но сойдет мне очень сильно понравились карточки мне выпала вот такая вот замечательная карточка с водным серпентином что немаловажно для меня это очень классно ну и также огромнейшее спасибо хотел выразить ребятам из магазина тойматика ребят спасибо вам огромное без вас бы не состоялся данный ролик спасибо что прислали вот такие вот вкусняшки что подогнали такой замечательный журнал ребят это очень классный магазин у них очень классное отношение к клиентам ну опять же по вкусняшкам вы это видите посылки запаковывают просто замечательно море положительных отзывов на авито также имеется группа вконтакте так что что я вам тут рассказываю заказываете у них новенькие наборчики журнальчики у них это все есть по предзаказам или же в наличии ребят вы знаете что делать все ссылочки в описании не забывайте комментировать данный ролик всем спасибо за просмотр и всем пока нет ну чтобы вы понимали такой толстый слой пупырки обвернут журнал посмотрите огромное спасибо той матика что его так запаковали тем более пупыркой потому что ее очень всегда приятно хрустеть короче как-то так терпит это она заболела она 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 Продолжение следует...